Здравствуйте! Давайте попробуем создать простенькую базу данных в LibreOfficeBase, состоящую из нескольких таблиц, запросов, форм и отчета. Причем таблицы у нас будут иметь связи, вот такие вот связи. Формы будут у нас с выпадающим меню для выбора, вот таким вот образом. Давайте посмотрим как это все сделать. LibreOffice можно скачать на официальном сайте, вот в меню загрузить, выбрать операционную систему свою и быстро скачать и установить полностью офис, в который входит LibreOfficeBase. Как создать такую базу? Заходим в LibreOfficeBase, открываем. Здесь в меню создать новую базу и обязательно здесь должна быть убрана встроенная база данных, вот такая вот. Нажимаем далее, здесь ничего не меняем, нажимаем готово. Сразу же при создании базы данных LibreOfficeBase предлагает сохранить базу, назовем ее оценки. Открывается вот такое окно, здесь основа базы данных, то есть таблица запроса формы отчеты, правее пункта меню в каком режиме создаем мы все эти элементы. Ну давайте создадим несколько таблиц. Первая таблица будет, это таблица фамилий, создаем в режиме дизайна. Зададим поле, поле номер, тип поля должен быть целым. Правой кнопкой мыши нажимаем вот здесь вот, ставим первичный ключ, это обязательно. Автозначение ставим да, чтобы нумерация была автоматической. Следующее поле фамилия. Оставляем тип поля, текст варчар. Сохраняем таблицу, называем ее FAM. Закрываем. Теперь мы можем войти в эту таблицу и заполнить некоторые поля. Ну, например, Иванов, Петров, Сидоров. Но пока хватит. Выходим из таблицы. Создадим таблицу оценок. Точно так же в режиме дизайна. Опять номер. Номер целый. Правой кнопкой мыши первичный ключ. Автозначение да. Оценка. Оценка будет иметь тип у нас число. Сохраняем. Называем оценки. Оценка. Оценка. И заполняем эту таблицу оценками. Какие можно поставить. Допустим, двойка, тройка, четверка, пятерка. Все. Единицы нули у нас обычно не ставят оценки. Закрываем. Создаем таблицу дисциплин. Тоже в режиме дизайна. Номер. Номер целое. Первичный ключ. Автозначение да. Предмет. Ну или дисциплина. Предмет назовем. Предмет. Длина поля. Ну пускай будет 20. Максимальная длина названия предмета. 20. Выходим. Сохраняем. Как предмет. Странное название. Ну пускай будет предмет. И заполняем предметы. Какие предметы у нас. Ну например. Математика. Физика. Химия. История. Все. Пока хватит. Вот мы имеем три таблицы откуда мы будем брать данные. То есть фамилии, предметы, какие оценки выставляем. Теперь создаем основную таблицу под названием ведомость. Ведомость. Опять номер. Целое. Правой кнопкой мыши первичный ключ и автозначение да. Теперь фамилия. 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 И здесь мы вставляем опять таки целое. Потому что это будет браться данные из другой таблицы. Фамилия. Предмет. Опять целое. Оценка. И опять здесь целое. Почему целое? Потому как мы будем связывать эти таблицы целое значение с целым. Сейчас я все это покажу. Закрываем. Сохраняем как таблица ведомость. Ведомость. Создадим форму. Форму создаем в режиме мастера. В режиме мастера. Мы используем. Ведомость. Все поля. Далее. Далее. Выбираем в каком формате это в табличном. Выберем. Здесь ничего не меняем. Выбираем цвет. Для формы. И форма будет точно так же называться ведомость. Форма готова. Можно было бы ее заполнять. Но это не интересно. Мы лучше сделаем ее с выпадающим списком. И свяжем таблицы. Поэтому заходим в сервис. Связи. Добавляем сюда все таблицы. Которые у нас созданы. Ведомость это основная таблица. Вот так вот расставим по порядку. И теперь связываем фамилию. Мы берем из таблицы фамилии. Связываем с номером. Делаем связь. Из таблицы фамилии. Эти фамилии будут подставляться в таблицу ведомость. В строку фамилия. Предмет свяжем с предметом. С его номером. Оценку свяжем с номером оценки. Дальше. Заходим в эти связи. Нажимаем левой кнопкой мыши. И поставим галочки. Вот здесь вот выбор. Удалить каскадно и обновить каскадно. Для того, чтобы можно было изменять в любой таблице. И менялось бы это везде. Все эти данные указываем. Все. Связи созданы. Теперь все эти таблицы взаимосвязаны между собой. То есть в ведомость входят все остальные три таблицы. Теперь возвращаемся в форму ведомость. Правая кнопка мыши. Правка. Здесь у нас четыре столбца. Порядковый номер будет поставляться у нас автоматически. Фамилия. Правой кнопкой мыши нажимаем на столбец фамилия. Выбираем заменить на. Выбираем список. То же самое делаем с остальными двумя столбцами. Заменить на список. Оценка. Заменить на список. Также можно здесь сделать пошире эти поля. Потому как фамилия у нас подлиннее. И предмет. Дальше. Правой кнопкой мыши нажимаем опять-таки на столбец фамилия. Выбираем столбец. Здесь в разделе данные вместо список значений выбираем SQL. А вот здесь ниже нажимаем три точечки. Здесь добавить таблицу. Добавляем таблицу. Фамилии. Закрыть. И нам понадобится. Сначала нажимаем на фамилию два раза. Потом на номер. Так, чтобы они в таком порядке были. Сохраняем. Закрываем. Здесь связанное поле должно стоять единица. И давайте проверим, что получилось. Заходим в ведомость. Форму. И вот здесь в списке должен открываться список фамилий из таблицы фамилии. Сделаем тоже самое с предметом и оценкой. Ведомость. Форма ведомость готова. Здесь ее можно заполнять. Допустим, выбирать какие-то фамилии. Предметы. Выставлять оценки. Ну, немножко заполним эту табличку. Чтобы было понятно, что она есть в принципе. Допустим. Сидоров. Химия. 2. Иванов. Математ. История. 3. Вот так вот заполнили табличку с помощью формы. Посмотрим саму таблицу ведомость. Здесь стоят порядковые номера из соответствующих таблиц. То есть это порядковый номер 0, 1, 2, 0 из таблицы фамилии. Здесь также из таблицы предметы. И так здесь из таблицы оценок. За счет связей данные попадают в единую таблицу ведомость. Заполняем мы ее через форму. Создадим другую форму. Немножко другого вида. В режиме мастера. Выбираем здесь таблица ведомость. Номер допустим мы не будем брать. Без нумерации оставим. Нажимаем далее. Далее. И здесь допустим мы выберем не таблицу, а вот такой вот столбцы подписи сверху. Нажимаем далее. Далее. Выбираем цвет какой-нибудь. Какой понравится. И нажимаем готово. Вот получилась форма. Вот такая вот. Здесь можно щелкать стрелочками вправо-влево. Но она у нас не связанная. Не измененная. Поэтому показывает только порядковые номера. Сейчас сделаем все то же самое, как и в предыдущей форме. Здесь, чтобы выделить именно заполняемую часть формы, нажимаем левой кнопкой мыши, потом удерживая клавишу control еще раз нажимаем. Таким образом выделяем вот это поле. И теперь правой кнопкой мыши здесь заменить на список. Опять таки правой кнопкой мыши. Ой, левой кнопкой мыши с нажатым control выделяем. Правой кнопкой мыши заменить на список. И еще раз выделяем. Правой кнопкой мыши заменить на список. Также мы можем здесь все это расположить так, как нам требуется. Ну, допустим, как-то вот так. Вот эти списки мы можем увеличить для удобства. Увеличиваем. Сюда мы хотим вывести списки фамилий, предметов и оценок для удобства выбора. Давайте посмотрим, как это сделать. Опять выделяем только окошко. Правой кнопкой мыши свойства элемента. И здесь меняем список значений на SQL. И точно так же заменяем. Фамилии у нас будут браться из таблицы фамилий. Сначала фамилия, потом номер. Сохраняем. Проверяем, что у нас получилось. Это сохраняем. И заходим в ведомость 2. Здесь мы, листая записи, смотрим, что у нас получилось. Мы можем добавить новую запись. Допустим, вот так. Иванов получил по физике 4. Следующая запись. Сидоров получил по математике 2. Сидоров получил по физике 2. Ну и так далее. Теперь мы можем посмотреть в другой форме, ранее созданной, как это выглядит в другом виде. Все изменения, которые я вносил в форме 2, изменились и здесь, естественно. Потому как это одна и та же таблица. Теперь создадим запросы. Ну, допустим, запрос на вывести все записи, в которых получены ученики по очереди 2. Как это сделать? Для этого необходимо создать SQL-запрос, но проще создать с помощью таблиц все это. Сейчас покажу, как это сделать. В режиме дизайна нам понадобится ведомость, оценка, предмет, фамилия. Вывести из ведомости фамилию, предмет, оценку. В случае, если критерий ставим, если было получено 2. Сохраняем. И назовем запрос двойки. Проверяем. Запускаем запрос двойки. Ничего хорошего не получаем. А почему? А потому как. Здесь мы должны брать поле фамилии. Из таблицы фамилий берем фамилия. Из таблицы предметов мы берем предмет. Из таблицы оценок мы берем оценку. Вот из этих таблиц. Сохраняем. Запускаем. И вот здесь видно. Сидоров получил по химии 2. Опять-таки Сидоров получил по математике 2. И Сидоров получил по физике 2. Странный получился Сидоров. Сейчас проверим. Проверим как это выглядит. Так, двойки у нас получились все у Сидорова. Ну, все правильно. Так и есть. Если мы хотим получить, допустим, запрос и вывести все пятерки. Давайте скопируем этот запрос и назовем его пятерки. Здесь в этом запросе нужно поменять вот это вот значение на 5. То есть вывести всех, у кого оценка 5. Проверяем. Вот один Петров получил по математике 5. Проверяем здесь. Пятерку получил у нас Петров по математике. Все правильно. Если мы хотим чуть-чуть усложнить, допустим, давайте скопируем этот запрос. Назовем его неплохо. Неплохо. То есть у кого нет двоек. Значит, это могут быть пятерки или четверки или тройки. То есть если оценка 5, 4 или 3, то выводить. Проверяем. 5, 4 или 3. Вот. Без двоек. Вывели. Все то же самое можно сделать в принципе и в форме. То есть мы с помощью формы можем вывести вид запроса. Допустим так. Создать с помощью мастера форму. Дальше. Выбираем здесь запрос. Ну, например, неплохо. Вывести все поля. Далее. Далее. Ну, и, например, в виде таблицы. Готово. Так. Вот все то же самое мы вывели только с помощью формы. Причем форму можно любого вида создать здесь. Вывести в таком виде. Еще вариант создать запрос. Например, когда мы хотим узнать, сколько всего человек получило у нас тройки. Скопируем какой-нибудь из запросов. Назовем его количество. Количество троек. Количество троек. Редактируем. Правка. Нас интересует количество троек. Вот здесь. Если оценка 3. Вот эти столбцы нас не интересуют. И функцию мы здесь задаем количество. Количество. То есть функция количество. Критерий тройки. Сохраняем. Выставляем таким вот образом. Оценка в ведомости. Ставится галочка видимый. Здесь ставится количество. То есть мы считаем количество оценок в ведомости. Но сравниваем мы по таблице оценки. здесь стоит критерий тройки сохраняем проверяем вот мы получили что у нас две тройки две тройки проверяем сколько у нас троек 1 2 2 тройки все правильно запросы количество троек правка количество троек ну давайте попробуем количество двоек посчитать кстати вот здесь при выводе название поле не очень красивое получается чтобы это избавиться от этого можно при редактировании запроса назначить ему псевдоним например так количество двоек количество двоек и он будет отображать именно вот это название и здесь мы меняем тоже переименовать это у нас уже количество двоек запускаем и видим здесь количество двоек три штуки все правильно этот же самый запрос можно вставить форму если это необходимо то есть используем мастер количество двоек запрос кидаем его сюда далее далее какой-нибудь такой вот вид допустим какой-нибудь цвет количество двоек готова вот количество двоек три здесь никуда не листаем потому как у нас там одна запись запросе количество двоек три получили теперь создаем отчет в режиме мастера здесь выбираем таблицу фамилий например переносим их все в нужные нам поля нажимаем далее нажимаем далее группировать нам не надо сортируем по номеру ну и например блоки готово динамический отчет значит отчет будет изменяться при изменении таблиц автоматически получаем вот такой отчет номера и фамилии создадим еще один отчет нажимаем использовать мастер ну допустим запрос двойки кидаем все нажимаем далее далее группировать не надо нажимаем далее сортируем по фамилии далее блоки и готово вот мы получили отчет по записям где ученики получили по каким-то предметам двойки отсортированные по фамилии ну тут одна и та же фамилия поэтому это не видно собственно говоря вот все что я хотел показать если какие-то вопросы есть то задавайте всего хорошего и и и Продолжение следует...